Министерство обороны страны и частные инвесторы окажут поддержку в строительстве Чувашского кадетского корпуса. Конкретные договоренности были достигнуты накануне. В Москве подписали четырехстороннее соглашение о реализации важного для нескольких тысяч ребят проекта. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Гвардейцы строевым шагом вносят в зал красные папки с текстом соглашения сторон. Церемониал подписания стратегических документов в Министерстве обороны выверен до мелочей. Подписание соглашения в Минобороны страны – очередной шаг в развитии военно-патриотического воспитания молодежи. С каждым годом кадетское образование становится востребованным и доступным. Только в ПФО за последние годы было открыто четыре новых корпуса. Нами накоплен большой опыт в организации суворовских военных училищ и кадетских корпусов. Такая форма обучения успешно себя зарекомендовала. Она позволяет воспитывать всесторонне развитых и патриотически настроенных граждан. А также эффективно противостоять негативным явлениям в молодежной среде. Особенность этих учебных заведений состоит в том, что решениями министра обороны они все закреплены за соответствующими видами и родами вооруженных сил. Два кадетских корпуса у нас закреплены за воздушно-десантными войсками, один за военно-морским флотом, один за сухопутными войсками, но один кадетский корпус у нас работает в системе Росгвардии и Министерства внутренних дел. За каждым кадетским корпусом закреплены не только вид или род вооруженных сил, а закреплены высшие военно-вечебные заведения соответствующего профиля и войсковые части, где ребята проходят профориенционную подготовку, где ребята проходят сборы, а самое главное впитывают армейский дух, который, соответственно, потом является основой для воспитательного и образовательного процесса. Министерство обороны окажет шефскую помощь и Чувашскому кадетскому корпусу. Ведомство предоставит все, что необходимо для обучения ребят. Сегодня мы делаем очередной шаг, заключаем соглашение о взаимодействии по указанию шефской помощи Чувашскому кадетскому корпусу имени Героя Советского Союза Кочетова. Уверен, что это позволит воспитанию корпуса научиться быть самостоятельными, ответственными людьми и сделать все для того, чтобы наша страна процветала. В этом заинтересованы и частные инвесторы. Группа компании «Ренова» за свой счет возведет спальный корпус для кадет на 250 мест. Мы много реализуем в целом благотворительных проектов, но такого рода проект у нас, по сути, первый. И отличается для нас он тем, что мы не просто планируем оказать финансовую поддержку проекту, в частности с организацией строительства спального корпуса, но мы видим свое участие в этом проекте значительно шире. Надеемся, что воспитанники этого кадетского корпуса будут очень важной и нужной частью нашего в целом будущего поколения. В республике количество кадетов увеличивается с каждым годом, и большинство ребят, пройдя эту школу, поступают в военные вузы. У нас сегодня в разных войсках вооруженных сил Российской Федерации и военно-морском флоте служат 8 тысяч контрактников, и животный этот показатель улучшается, и выпускники разных школ всегда хотят поступить. Понятно, конкурс большой, и эта школа даст 400 кадетам поступать в высшие уже учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Кадетский корпус создадут на базе республиканской школы имени героя Советского Союза Александра Кочетова. Здесь будут готовить специалистов для воздушно-космических сил, начиная с пятого класса. У нас были кадетские классы, но кадетская школа – это 60-е годы постройки. А сам герой, Александр Васильевич Кочетов, во время войны сделал 488 боевых вылетов и сбил практически около 50 самолетов этих боевых действий. Остался жив, и его мечта была, чтобы патриотические чувства на самом деле молодежи возрождать. Чувашский кадетский корпус намерены возвести до сентября следующего года. Этим летом будет заложен первый камень. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Москвы.